В 2024 году режиссер-постановщик Игорь Морозов совместно с хореографом-постановщиком Максимом Недолечко решили рассказать зрителям о зависимости от цифровых технологий, всеобщем подражании, стирании личности, а также важности внутрисемейных отношений. Команда начинающих актеров в этом году расширилась. Сам проект существует уже 16 лет. За три недели мы делаем вот такую историю ежегодно. У нас всегда есть новый оригинальный сценарий, у нас есть новая оригинальная музыка, у нас практически все дети новые. За такое короткое время действительно собрать достаточно профессиональный спектакль практически невозможно. Дети, которые приезжают сюда просто, ну так скажем, провести хорошо время, уезжают действительно настоящими артистами, звездами. Мы не просто ставим спектакли, а все-таки наши сценаристы и режиссеры вкладывают очень такой большой смысл. Это обязательно должен быть спектакль с моралью. Ну, кидс, атомные дети, мы самые лучшие, самые профессиональные и будем продолжать расти, потому что в этом году у нас уже 90 человек, обычно там бывает 50, 60, 65, 90, ну и плюс оркестр, поэтому могу сказать только одно, нас не догонят. Как отметил хореограф, проект считается внутрикорпоративным и дети приезжают из разных атомных городов. Команду планируют расширять и дальше, а в будущем привлекать проект не только детей атомщиков. В этом году команда начала свое путешествие с Минска, где и готовила постановку. Следующий город – Нижний Новгород. Потом спектакль увидели обнинцы, следом – Удомля. Завершать тур будут в Москве. Ну, Клиар Кидс, которому 16-й год уже, да, проект, он же ведь не театральный, это социальный проект. Приезжают ребята, которые по каким-то причинам подали заявки на участие в проекте. Самое главное, чтобы они за эти три недели поняли какие-то вещи, которые, ну, в последние годы у нас упущены. Потому что, ну, если говорить по-серьезному, роль семьи резко упала. Мне нужно научить ребят друг друга не подставлять. Нужно научить ребят отвечать за свои поступки. Нужно научить умению общаться с друзьями, общаться с родителями, общаться там вообще с внешним миром. Целые армии биомашин, женщин, детей, стариков и мужчин в нужное время и в заданный час, что пожелаем, исполнят для нас. То есть пропаганда, стирание личности, стирание индивидуальности, стирание, как вы сказали, а что хочу я? Через то, как вы сделали, как бы, биомашины через хрюшек, свиней, моряков. Почему-то вы олицетворили их через животных, которые подчиняются. Какой он отсылку хотел, что он хотел через это донести? На то, о чем вы сказали. Мы еще очень парились над тем, будет ли это понятно. Для режиссера было важно, чтобы посыл понятен был не только зрителям, но и детям, которые показывают постановку. Начинающие актеры знакомятся, учатся проявлять свои эмоции, чувства, познавать мир через театральное искусство. Как рассказывает Игорь Морозов, за три недели многие дети меняются до неузнаваемости. Их мировоззрение, понимание жизни, принятие себя – вот для этого он работает. Ты очень важную роль сыграла, и тебе выпала ответственность, так скажем, показать выбор между предательством и любовью к своим близким, к родным. Расскажи об этом, что ты понял? Ну, для меня предательство всегда было очень низким поступком, что предательство – это предательство не людей, а предательство самого себя. Что человек, который так делает, он, я бы сказала, перестает быть человеком, потому что нужно абсолютно не иметь чувства сострадания, чтобы люди, которые тебе доверяли, которые на тебя полагались, чтобы разрушить эти отношения с ними и для какой-то своей выгоды что-то сделать, но при этом потерять всех. Я думаю, что эта роль, она тяжелая, потому что показывает вот этот выбор, все же тяжело, вот эти сцены, когда он бегает вот к этому тайнику, перезванивает. Нет, оправдания предательства нет никогда, и мне кажется, что этого не будет, потому что все предательство, которое делано, делается только для своей выгоды. Как бы это люди не оправдывали, как бы не говорили, что это не то, что вы не так поняли, что да вот я для всех вас стараюсь, а вы вот такие плохие. Нет, это все только для себя. Подросток пропустил тему предательства через себя. Как рассказал Святослав, пришлось играть роль, преодолевая внутреннее сопротивление, потому что для него было мерзко даже играть предателя. Проект меняет не только сердца зрителей, он меняет участников.